В эфире информационно-аналитическая программа событий недели в студии Белла Кварчия. Здравствуйте! Эта неделя в Абхазии, как практически и во всем мире, прошла на фоне противодействия распространению COVID-19. Один подтвержденный случай смертельно опасной инфекции на территории Абхазии имел место. Речь идет о заболевшей жительнице Галовского района Ненохи Цурьяни, которая прилетела в Сочи рейсом из Москвы, пересекла российско-абхазскую границу и приехала в свое село Аберкут в Галовском районе. По дороге женщина почувствовала себя плохо и после осмотра врачей ее переправили на лечение в Грузию. Этот случай продемонстрировал, где дает сбой система мер безопасности, которая была разработана государством для борьбы с коронавирусом. 31 марта по трудности госпитализации Ненохи Цурьяни и ее перехода через госграницу на посту ПСОУ обсудили на совещании координационного штаба по защите населения от коронавируса под председательством исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба. Участники рабочей встречи выработали новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Репортаж Алики Трапш. Открывая совещание, исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба поблагодарил все структуры и службы за выполнение предписанных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. В частности, речь шла о перекрытии движения между Галовскими и Ахимчирскими районами, а также полного изолирования села Саберия, где находилась женщина, у которой был подтверден коронавирус. С утра сотрудники МЧС приступили к обработке всех мест, которые посетила больная. Я хотел бы сказать, чтобы все наши граждане знали, что мы проследили практически полностью ее путь. На границе была она отмечена и только в Галах. То есть больше нигде никаких остановок она не совершала, эта машина больше нигде не останавливалась. Все эти места известны, все это идет обработка, везде работают. Санитарный врач, насколько я знаю, уже выехал в Гальский район, занимается там. Я передал номер билета, билет ее скорик, чтобы она передала нашим российским коллегам. Мы попросили аккуратненько так показать этот билет нашим гражданам, номер и так далее. Может быть, кто-то из наших граждан тоже летел этим самолетом, чтобы они могли обратиться в наши медицинские учреждения. Министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Сахнаки сообщил, что на данный момент самое главное – это проведение всех необходимых мероприятий по локализации конкретного очага коронавирусной инфекции. Все контактные лица, которые у этой пациентки были в этом селе, они взяты на контроль. Учет, ну, в условиях, конечно, домашней изоляции пока. Вот, наблюдения, там положенные сроки, будут проведены обследования на наших тест-системах, ПЦР-диагностика. Ну, в те сроки, когда положено. Потому что сейчас еще небольшой период прошел, там, как правило, от двух до семи суток, чтобы первые анализы мы могли более или менее получить с той или иной вероятностью достоверности. Участники рабочей встречи отметили, что у пограничной смены ПСО был минимальный контакт с заболевшим коронавирусом. Однако, несмотря на это, все дежурившие отправлены на самоизоляцию. А у сотрудника, непосредственно державшего ее документы, будут взяты анализы через 5-7 суток. Врач-инфекционист Камила Хурхмал считает целесообразным не отправлять людей домой на самоизоляцию, а держать их в отдельном месте под наблюдением медиков. В других странах ясно, что это невозможно, потому что там большой поток. А у нас это вот первичный случай, и мы должны сейчас об этом позаботиться, потому что контактные пошли к себе домой, у них дома есть родители, дети и вся семья. Никто не проследил за, естественно, пограничником, как он снял перчатки, как он снял маску. Этого будет достаточно, потому что, да, не было прямого контакта, но он держал ее документы. Понимаете, все переходит вот через предметы, да. Никто не проконтролировал, и поэтому, даже когда остается минимальный процент, мы должны как-то это предотвратить. Врачи, вы определитесь, что после этого случая нам с людьми делать. Если вы считаете, что контакт был незначительный и угрозы нет, ну, ребята, решайте вместе. Решайте вынести решение. Какое решение вы нам дадите, то и будем делать. После 26 часов, как вы говорите, уже у них контактов, извини меня, огромное количество их семей. Семьи с кем-то контактировали. Члены координационного штаба по защите населения от коронавируса выступили с предложением, что необходимо в Гагарском, Гудаутском и Ащемчирском районах, а также в Сухуми подготовить государственные дома отдыха к приему людей, которые должны быть под наблюдением медиков. Алика Трапш, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В связи с госпитализацией женщины, с тогда только еще предварительным диагнозом COVID-19, в целях профилактики с 30 марта круг лиц, контактировавших с Кицуриани, был отправлен на строгий карантин. Также ГАИ Абхазии перекрыло транспортное сообщение с Галским районом. На посту ГАИ Канал заработала бригада медиков, чтобы выявлять заболевших людей, измеряя температуру всем, кто выезжает и выезжает из района. С 31 марта в Галском районе был введен комендантский час с 8 часов вечера до 7 часов утра. В это время гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища. Исполняющий обязанности президента Валерий Рамшухович Бганба ввел комендантский час с 20 часов вечера до 7 часов утра. А все остальное время в течение дня будет просто ограничено движение. На сегодняшний день это просто вынужденная мера. И прежде всего это безопасность всего района и всей республики. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Карантинные пункты появятся в Гагарском районе на базе дома отдыха ПСОУ, в Гудаутском районе на базе пансионата Черноморец, в Сухуме на базе туристической гостиницы Айтар и в Ачимчирском районе на базе спортивной школы борьбы и бокса Абырлаш, в Галском районе на базе дома культуры. 2 апреля избранный вице-президент страны Бадра Гумба совместно с министром здравоохранения Томазом Цахнаки проверили готовность объектов, выделенных под карантин. Они осмотрели пансионат Айтар в Сухуме и побывали в городе Гал, где осмотрели музыкальную школу, которую отвели для карантина граждан. С 1 апреля на пяти постах ГАИ Абхазии начали дежурить смешанные группы медиков и милиционеров. Бригады состоят из специалистов Минздрава, МЧС и МВД Абхазии. Располагаются они на постах госавтоинспекции, на границе Ингур, на посту Канал между Галскими и Ачимчирскими районами, на Мачаре, на Холодной речке в Гагарском районе. В пятницу 3 апреля были организованы дежурства смешанных бригад и в Сухуме. Как проходит дежурство, наблюдала Сарья Кварацхелия. Сегодня задача правоохранительных органов – убеждать население страны не передвигаться без необходимости, чтобы обеспечить соблюдение режима чрезвычайного положения. Министерство внутренних дел проводит мероприятие после того, как исполняющий обязанности президента ввел чрезвычайное положение с целью недопущения распространения вируса в Республике Абхазия. Управлению госавтоинспекции было поручено проводить мероприятие, если вы, наверное, были свидетелями, в городах и районах силами патрульных автомобилей проводились оповещения наших граждан для того, чтобы они самоизолировались, находились у себя дома, не выходили без необходимости на улицу. С нас еще и не снимали наши прямые функциональные обязанности – это организация общественного порядка на наших дорогах и на наших улицах. У сотрудников управления госавтоинспекции работа не из легких. С утра до вечера они курсируют по улицам городам республики, обращаясь к жителям с призывом соблюдать режим ограничения. Работа начальника и подопечных слажена. До конца рейдовых мероприятий они общаются друг с другом по рациям, отчитываясь, кто на каком милицейском посту находится. Со 2 по 20 апреля для недопущения распространения COVID-19 в Сухуме организованы 4 поста. Одна часть непосредственно в районе Маяка и в центре города. Два стационарных поста и 8 патрульных автомобилей. В вышеуказанных постах с нами несет службу медицинская служба, которая проверяет температуру у граждан. Если есть выявлено недуг здоровья в виде повышенной температуры, медицинская служба на спецтранспорте, скорая помощь, предоставляет этих людей для дальнейшей проверки их состояния, их невоздоровья в инфекционную больницу, где непосредственно все оборудовано для таких больных. Сотрудники милиции проводят разъяснительную работу с гражданами, записывают номера автомобилей и данные водителей, чтобы понимать, какое количество людей и с какими целями они передвигаются. Если есть какая-нибудь необходимость, можете уезжать. Если нет необходимости, лучше дома сидеть, сохранить себя и своих близких. Согласен. Еду до заправки и обратно домой. Посты организованы на пересечении улиц Ардзенба, Лакоба и Акертава на Красном мосту, пересечении улиц Аяйра, Харания и Адлиба, поворот Маяка, пересечении улиц Эшба и Гумистинская, поворот на Новый район, на посту ДПС ГАИ Маяк по улице Братьев из Угбая. На постах работают сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по городу Сухум, ОВД по Сухумскому району. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, для События недели. На фоне угрозы коронавируса активно работают благотворительные организации. Для поддержки граждан свою помощь предлагают различные ассоциации и союзы. Почти 50 миллионов рублей составили добровольные пожертвования в помощь Абхазии. Московская абхазская диаспора собрала более 6,5 миллионов рублей. Движение предпринимателей Абхазии «Мы вместе» собрало 42 миллиона рублей. Эти средства направляются на приобретение медикаментов и медоборудования для борьбы с COVID-19. Говорят, доброта спасет мир. Кажется, настало то самое время, когда это словосочетание можно проверить на практике. В самые сложные времена проявляется ценность простых вещей, человеческие качества, как никогда важны сегодня. И жители Абхазии знают об этом. Сейчас активно работают благотворительные фонды, создаются волонтерские движения и сообщества меценатов. Не остаются в стороне и простые граждане. Под началом благотворительного движения «Мы вместе» объединились абхазские предприниматели, среди которых есть и крупные бизнесмены. Главная цель сообщества – организовать резерв средств для приобретения необходимого в борьбе с коронавирусной инфекцией, медицинского оборудования и препаратов. Значительные суммы на прозрачный счет благотворительной организации внесли представители таких известных в республике предприятий, как «Вина и воды Абхазии», «Азид», «Премиум», «Флагман», «Амобайл», «Аквафон» и многие другие. Стоит отметить, что к работе присоединилась и московская абхазская диаспора, организовав сбор средств среди соотечественников. Общая сумма, которую смогли собрать благотворители, составляет более 25 миллионов рублей. Эти деньги расходуются строго с обозначенным перечнем необходимых медикаментов и оборудования, которые представил Минздрав республики. С подробным отчетом, где приведены все расходы организации, на официальной странице «Мы вместе» в Facebook может ознакомиться любой желающий. Не остались без внимания и подопечные фондов Киарас и Ашана. Казачье общество Абхазии подготовило специальный отряд людей, которые в случае распространения инфекции будут помогать жителям республики. Кто-то шьет маски и раздает их бесплатно, другие готовят антисептик. В нескольких магазинах появились корзины добра, туда складывают продукты для более нуждающихся граждан. Волонтеры и просто неравнодушные люди то и дело выкладывают в интернет адреса тех людей, которым требуется поддержка в плане денежных средств и просто физическая помощь. Некоторые подключаются к этому процессу сразу, другим необходимо время, чтобы все осмыслить и предложить посильную помощь. Сейчас не стоит судить, важно сосредоточиться на том, что может сделать каждый из нас. С 1 апреля по 1 мая 2020 года от уплат ввозной таможенной пошлины освобождены некоторые виды продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаментов и медицинских средств защиты. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Также им был подписан декрет о налоговых преференциях для малого и среднего бизнеса страны в связи с введением на территории республики режима чрезвычайного положения. Между тем, эксперты говорят о том, что абхазский бизнес сегодня переживает тяжелые времена. Президент ТПП Абхазии Тамила Мирсхулава заявила, что пандемия коронавируса сильно ударила по экспортно-импортным операциям республики. Экспорт полностью приостановлен и большинство предприятий временно не работает. Продление карантина болезненно ударит по субъектам малого и среднего бизнеса, особенно по микробизнесу. В ТПП положительно отнеслись к мерам, которые предприняло руководство республики в отношении предпринимательства, но считают, что этого недостаточно. На весь период действия режима чрезвычайного положения следует приостановить уплату всех таможенных и налоговых платежей, в том числе и отменить ввозной НДС, считает Тамила Мирсхулава. По ее мнению, до момента прекращения действия карантина необходимо свести к минимуму налогообложения всего бизнеса. Более того, и после отмены чрезвычайного положения следует продлить этот срок еще на один месяц в целях реабилитации предпринимательства. Банки Абхазии перешли на ограниченный режим работы, а Национальный банк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать задолженности заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось на фоне ведения чрезвычайного положения. Председатель Национального банка Беслан Барателли рассказал, как работает банковская система страны в условиях карантина. В целом банковская система работает в обычном режиме, проводятся все платежи, поддерживается система. Были панические настроения в период введения чрезвычайной ситуации, закрытия границы, но они прошли, банкоматы выдержали нагрузку. В прошлом месяце было снято рекордное количество наличности. За один только месяц банковская система через банкоматы и посттерминалы выдала 1,3 млрд наличности. И преимущественно это было в период введения чрезвычайного положения, закрытия рынков. Но сейчас ситуация спокойна, стабильна. Хотел бы сообщить, что банковская система работает в обычном режиме, обеспечена наличностью. В случае выплат пенсии, зарплат, как обычно, наличности достаточно, никто не пострадает. Все будет в обычном режиме, призываю не паниковать, не нагнетать обстановку. Особенно я хотел бы обратиться к пенсионерам. Совсем скоро начнется выдача российской пенсии. В этом месяце она будет раньше, чем обычно. Как обычно мы начинали с 18 числа в городе Сухом, далее 20 в Гудаутском районе и далее 24 в других районах Абхазии. В этом месяце пенсионный фонд Российской Федерации перечислил пенсию пенсионерам раньше, чем обычно. Поэтому она будет выдаваться тоже раньше. Просьба к пенсионерам не собираться большими группами у банкоматов с целью получения пенсии. Стараться приходить не в первый день его поступления в целях избежания распространения вируса и сохранения здоровья. Денег достаточно, еще раз повторюсь, не переживайте, всем хватит. Просьба не кучковаться, держать дистанцию и приходить, подходить к кассе желательно не в первые два, а желательно и три дня начала выдачи пенсии. Учитывая сложную ситуацию в экономике, связанную с введением чрезвычайного положения и закрытием бизнеса у многих предпринимателей, возникают вопросы, связанные с тем, как обслуживать взятые ранее кредиты. Национальный банк с пониманием относится к проблемам людей, но тем не менее мы не можем обязать коммерческие банки приостанавливать начисление процентов или пересматривать графики. Тем не менее мы обратились с рекомендацией коммерческим банкам с просьбой учесть финансовое положение заемщиков. В случае, если у того или иного лица, индивидуального предпринимателя или фирмы возникли проблемы с введением своей деятельности и значительно ухудшились финансовые положения, заемщики могут обратиться в банк с просьбой реструктуризировать. Что это означает? Осуществлять выплаты, возврат кредитов не в эти месяцы, когда в стране введена чрезвычайная ситуация, а в более поздние сроки, к тому моменту, когда ситуация наладится и восстановится бизнес. То же касается и людей, которые взяли зарплатные и кредитные проекты. В случае, если возникнут такие проблемы, я надеюсь, такого не будет, безусловно, банки будут реагировать. 2 апреля Валерий Бганба провел заседание по организации инаугурации избранного главы государства Аслана Бжани. Церемония инаугурации избранного президента Абхазии состоится 23 апреля в торжественном зале администрации главы государства. Утверждена программа церемонии, которая продлится один час. На заседании обсуждался вопрос приглашения на инаугурацию гостей в узком составе, а также меры безопасности при проведении мероприятия. В рабочей встрече приняли участие члены организационного комитета, руководители аппарата кабинета министров, Министерства культуры, МИД, представители Минобороны, администрации президента, аппарата парламента. Сразу хочу передать слово Аслане Бюрдовиче, что речь о пышных церемониях не должна идти. Речь должна идти о проведении самой конституционного мероприятия и на инаугурации. Поэтому давайте мы будем обсуждать с вами, как его проводить. Самое главное, все атрибуты того, что должно быть на инаугурации, мы должны делать. Какое количество людей будет, как будет, это уже покажет обстановка с коронавирусами, не только в Абхазии, к сожалению, а в окружающем нас мире. Как обстоят дела в финансовой сфере в стране в связи с введением чрезвычайного положения? С учетом того, что не работают предприятия и фирмы, а их сотрудники отпущены по домам для соблюдения режима самоизоляции. Будут ли люди получать социальные выплаты, зарплаты и пенсии? Не придется ли пересматривать национальный бюджет? Об этом вице-премьер, министр финансов Абхазии Джан Сухнанба. Безусловно, в связи с введением чрезвычайного положения в нашей стране, мы столкнулись с определенными проблемами и сложностями. В частности, если мы говорим о поступлениях в бюджет, то, безусловно, сложившаяся ситуация негативно отразилась на поступлениях, и они резко сократились. Но, несмотря на это, правительством во главе с его президентом Алиэром Шуховичем Гамбо предпринимаются оперативно меры по ликвидации каких-либо сбоев и проблем, которые могут с этим быть связаны. Что касается заработной оплаты и социальных выплат нашим гражданам, то все они будут выплачены в срок и в полном объеме. Безусловно, для этого нам пришлось переориентировать расходную часть нашего бюджета именно на такие расходы. И, во вторую очередь, это расходы на борьбу с масштабной компанией, которая развернута на борьбу с коронавирусной инфекцией. В рамках решений по борьбе с сложившейся ситуацией, исполняющим обязанности президента, даны четкие указания всем бюджетным организациям о невозможности принятия бюджетных денежных обязательств, которые были запланированы в их смете, не связанные с начислениями выплаты заработной платы и мероприятий по борьбе с коронавирусом. Это вынужденная мера, которая позволит нам сконсолидировать все наши имеющиеся финансовые ресурсы и направить их на первостепенные задачи. Вы знаете, что правительство переведено в особый режим работы. Ряд министерств и ведомств практически распущены по домам и находятся на карантине. Это, в свою очередь, позволит нам сэкономить определенные средства и направить их именно на обеспечение тех обязательств, которые первостепенны для нас сегодня. Это, как я уже сказал, заработная плата и все, что связано с расходами по системе здравоохранения, бесперебойное финансовое обеспечение силовых структур, которые в наши дни активно работают. И, в принципе, предпринимаются все шаги для того, чтобы вот этот тяжелый период, который сложился в нашей стране, мы прошли достаточно безболезненно. Безусловно, мы рассматриваем различные варианты исхода событий. Есть пессимистические, есть оптимистические сценарии. Если данная ситуация у нас закончится в течение одного-двух месяцев, то мы достаточно оперативно сможем отскочить, скажем так, от вот этого спада экономического и с минимальными потерями сможем выйти из ситуации. Если же ситуация затянется на более продолжительный период, то, безусловно, нам придется пересматривать бюджет уже на уровне законодателя, то есть будут предложения по секвестированию бюджета, расходной части бюджета. Финансовую помощь Российской Федерации мы получаем в полном объеме, в установленные сроки. Были небольшие задержки в начале года, связанные с организационными изменениями в самом правительстве Российской Федерации, но все эти вопросы на данном этапе уже улажены, и финансовая помощь поступает вовремя и в срок, что позволяет нам говорить о том, что все обязательства, обеспеченные Российской Финансовой Помощью, будут выполнены в срок. Отдельно хотелось бы сказать о деятельности сообщества предпринимателей, которые проявили инициативу и вызвались помочь финансово нашему государству в борьбе с коронавирусом. В первую очередь я от лица правительства, от себя лично хотел бы их поблагодарить за их вклад, за их понимание ситуации. Никто никого не обязывал, никто никого не заставлял. Это их инициатива, которая, безусловно, с нашей стороны была поддержана. На самом деле вся информация по поступлениям, по расходованию денег, которые накапливаются от движения «Мы вместе», все мы с вами можем видеть онлайн, все это прозрачно. И самое главное, это очень эффективные расходы, которые позволяют нашу систему здравоохранения обеспечить именно теми препаратами, аппаратами ИВЛ, в первую очередь, и другими медицинскими изделиями, которые необходимы нам сегодня. Огромное им спасибо, и я уверен, что вот такие моменты нашей жизни дают нам с вами основания полагать, что мы справимся вместе со всеми проблемами, которые будут перед нами. Согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Абганба, все граждане, прибывающие в Абхазию и стран с зафиксированными случаями коронавируса, должны быть изолированы в обязательном порядке. Для этих целей в пяти районах республики подготовлены специальные объекты. Чтобы узнать, сколько человек прибывает в страну и как они размещаются на карантин, на КПП ПСО выехала наша съемочная группа. Репортаж Саида Джарсалия. Ещё 20 марта для защиты населения от завоза и распространения коронавирусной инфекции на КПП ПСО был установлен тепловизор. Всем гражданам, въезжающим на территорию Абхазии, несколько раз измеряют температуру тела. Также в обязательном порядке через тепловизор проходят водители, как легковых, так и грузовых автомобилей. Кроме того, граждане должны предъявить документы и назвать цель въезда в республику. Я находилась в городе Сочи, я там учусь, студентка, и вот когда ввели карантин, я сама там была на самоизоляции. Мы рассчитывали на то, что с понедельника мы выйдем на работу, но так как карантин продлили, мне там делать нечего, поэтому я сейчас еду домой. И, конечно, буду находиться в самоизоляции. Самое здоровье мне дороже. Едем в Белгородскую область, в город Алексеевка, везем подсолнечное масло, в Гагру. Ну, как бы руки моем специально, вот этот хлоркой. Бережем, бережемся, бережем, но, как говорится, Бог бережет. Помимо всего, пограничники записывают все данные о месте пребывания гражданина и его телефонный номер. Далее эта информация направляется в силовые органы соответствующего города или района. По словам представителей погрануправления, за сутки до ста граждан республики возвращаются на родину из Российской Федерации, но их количество постепенно уменьшается. Я 20 числа выехал отсюда, поехал в больницу. 2 числа выписался, поехал в дочку, лекарство купил, сегодня еду домой, возле Сабхазии, возле Салмы живу. Конечно, нужно соблюдать безопасность, чтобы и мы были спокойны, и другие люди были спокойны. Направляемся с поселка Дагамыс домой, в Ачимчиру. Рядом с КПП находится передвижной медицинский комплекс, в котором круглосуточно дежурит бригада медицинского управления МЧС Абхазии. При обнаружении у человека повышенной температуры и симптомов коронавирусной инфекции, его незамедлительно госпитализируют в специальные подготовленные медицинские учреждения. Первичный контроль мы принимаем людей здесь. Сначала, если человек идет пешком, мы ему даем отдохнуть, чтобы тепловизор нас не подвел. Он затем, как отдохнет, мы его пропускаем через тепловизор. Тепловизор, если мы засомневались, что-то не так, значит, мы ему даем другой аппарат. Если тот аппарат, если мы не засомневались, мы даем обыкновенный градусник даже. Затем у нас пограничники смотрят, регистрируют паспортные данные, и мы одновременно устно у них спрашиваем, пока пограничники работают, одновременно берем их данные, записываем адреса, и каждые два часа мы докладываем наверх, а там уже передается в СГБ, СГБ уже распределяет вот эти сводки по, значит, куда человек доехал, за ним нужно смотреть, будет ли он в соответствующие дни, две недели, карантин дома сидеть или нет. У нас нет еще такого, чтобы в указе, чтобы штраф был, но, конечно, это хотелось бы, чтобы было на самом деле. После проверки въезжающих в республику уведомляют о необходимости самоизоляции в течение 14 суток. Здесь нужно отметить, что согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Валерия Абганба, все граждане, прибывающие из стран с зафиксированными случаями коронавируса, должны быть изолированы в обязательном порядке. Решение о том, что все граждане, въезжающие в Абхазию, должны в обязательном порядке проходить процедуру самоизоляции, было принято после того, как 29 марта на территорию Абхазии въехала гражданка Хитсуриани. Стоит отметить, что она также проходила всю необходимую процедуру для пересечения границы, но никаких симптомов у нее не было выявлено. На сегодняшний день, ежедневно, границу пересекают до 100 человек. Они отказываются находиться в специализированных объектах под наблюдением врачей. Они едут к себе домой, к своим семьям. Есть ли у них коронавирус? Когда он проявится? И сколько человек они смогут заразить? Вопрос остается открытым. В связи с бушующей пандемией и объявленным чрезвычайным положением в стране, наши граждане вынуждены сидеть на карантине. Некоторые рады наконец-то побывать дома, для других самоизоляция оказалась тяжким испытанием. Чем заняться в домашнем заточении, чтобы не терять время зря и не падать духом, узнавали наши корреспонденты. Благодаря техническому прогрессу однообразные карантинные будни можно скрасить культурной программой. Крупные мировые музеи, такие как Третьяковская галерея, Эрмитаж, Лувр, Секстинская капелла, Музей современного искусства в Нью-Йорке предлагают посетителям виртуальные туры. Так, не выходя из своей квартиры, можно любоваться лучшими образцами искусства. По всему миру театральные и концертные площадки переносят свои выступления в интернет-пространство. От тенденции не отстает и наш Русдрам, который ежедневно проводит онлайн-трансляции с участием актеров театра. Страшное видение рассеялось, но тяжелое предчувствие все еще не оставляло. Нет, не случайно привиделось мне это, думала она холодея. Наверняка случилось непоправимое. Самым популярным развлечением во время карантина остается просмотр фильмов. Из-за коронавируса множество киносервисов открыли бесплатный доступ к своему контенту. Кроме того, у каждого из нас есть список книг, которые давно хотелось прочитать. Если его нет, определиться с выбором помогут книжные блогеры. Сейчас не время читать сложные апокалиптические романы. Зачем? Лучше уделить время литературе по искусству. Ведь она способна успокаивать, дарить радость, даже помогать избавиться от депрессии и бессонницы на фоне тревожности. Я, например, в своем книжном блоге в Инстаграм решила читать по вечерам детям сказки в прямом эфире, чтобы их родители имели возможность отдохнуть и уделить время себе. Или же, наоборот, вместе со своими чадами погрузиться в сказочный мир детской литературы. Многие музыкальные исполнители решили поддержать слушателей, находящихся в изоляции, и провести онлайн-концерты. Для поклонников почти ежедневно выступают известные российские и зарубежные звезды. Помимо развлечений, можно заняться саморазвитием. Сейчас в интернете легко можно найти обучающие курсы, мастер-классы и вебинары на самые разнообразные темы. Множество свободных вечеров в домашней обстановке могут стать отличным поводом освоить или подтянуть иностранный язык. Об онлайн-обучении можно говорить очень долго, но хотелось бы выделить самые основные моменты. Во-первых, можно работать с любого места и всегда выглядеть профессионально. На лекции никто не опаздывает, так как с помощью мобильного приложения можно подключиться к занятию даже с мобильного. Онлайн-обучение позволяет выбрать не только время и место удобное, а также выбрать свой собственный темп обучения. В любое время можно связаться с преподавателем по чату, по почте или аудио-видеосвязи. Огромным минусом данного обучения может быть только то, что ученику может не хватать личного контакта с преподавателем и остальными учениками. Онлайн-обучение – это всего лишь формат, который не трансформирует содержание учебной дисциплины и никак не противоречит фундаментальным принципам педагогики. Испанский язык, который я преподаю в Skype, это тот же испанский, который я объясняю, стоя у доски в классе. Конечно, рано или поздно карантин закончится, а новые знания, навыки и умения останутся с вами. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. Ежедневно о состоянии дел в республике и мерах, направленных против распространения инфекции, информирует оперативный штаб по защите населения от коронавируса, как прошли последние сутки относительно COVID-19 в сообщении штаба в субботу, 4 апреля. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от кровеносной инфекции продолжает свое обещание. Ситуация на 4 апреля следующая. В Сухумскую городскую инфекционную больницу поступил один пациент, диагноз коронавирус не подтвердился. В центральную районную больницу города Гудууты поступило два пациента. Диагноз коронавирус также не был подтверден. В единый колл-центр за сутки было порядка 150 обращений. Все они были обработаны, даны рекомендации. На сегодняшний день в Абхазии не выявлен ни один случай коронавирусной инфекции. Несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости. Только так возможно предупредить распространение инфекций на территории республики. Рассчитываем на вашу сознательность. От ваших действий зависит здоровье и жизнь людей, окружающих вас. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok